всем приветики 2 февраля свинки уже вовсю завтракают для филички сегодня завтрак от ульяночки салат фрилис ему порезала сверху посыпала пророщенным овсом тоже порезала ножничками и сейчас еще сверху посыплю кальций смесью чтобы было уже прям полный комплект ассортимент мнение ассортимента чтобы все было положено и витаминки и кальций смесь чтобы панцирь был крепенький много не сыплю сыплю по чуть-чуть что у нас делать филичка носи даже лампы не зажгались еще рано но филичка почему-то спит не у себя в домике а спит на месте где просто стоять у миска ты ожидаешь вкусный завтрак да вкусный обед лишь я тебя пересажу ты спишь нет ты спишь поглядывает но еще сон и давай так вот раз тебя сейчас лампы загорятся и он будет просыпаться лампы у меня загорят загоряются по времени ставила на 8 утра но они немножко тут у меня сбились и я не помню во сколько зажигаются но чуть раньше восьми днем черепа сундрей доброе утро тебе и вкусняшка тебе все для тебя поглянем к филичке зажглись лампы слушайте так интересно он завтракает прямо с утра до филичка ульяночка вот так ему нравится этот салатик он даже с утра прям проснулся ест обычно он пока расчухается пока над этим лампами погреется посидит а тут прям отъел и живет сидит тебе вкусно филичка тебе вкусно махадосы махадосы молчу вот так вот вот так вот сенсилы колесо крутят надо тебя скупать вечерочком сказали ну я так ела ела тут пришла мне отвлекаясь все иди отсюда отошла далеко камера это хорошо приближает и гляньте как он сидит в обнимку со своим салатом вот вот так вот обнял свой салат и сидит думает рептиды лупит снег с дождем и наверное сегодня буду искать место где-нибудь или возле магазина я не знаю где потому что даже возле магазина все парковочные места возле магазинов у нас там три все парковочные места заняты забиты но там где я ставлю машину за домом там уже практически никто не ставит я еще несколько машин потому что такая колея выезжаешь просто на пузик по этой колее я сегодня ехала и не едется давай назад еще раз назад сдала и с разбегу и с разгону я короче вылетела выехала с этой парковки там никто не чистит там никто не чистит наверное никто не должен чистить потому что это все за домом это не двор надо подождать когда хотя бы будет мороз а мороз будет наверное или завтра или послезавтра чтобы эта вся каша она утрамбовалась раскаталась и чтобы уже можно было ездить что-то мне сегодня стрёмно еще и дождь идет стрёмно уже туда машину будет ставить потому что я не внедорожник внедорожник бы был еще куда не шло можно было бы но куда вот зима у нас то морозы трещали то дождь со снегом идет уже неделю неделю такая вот теплая погода слушайте приехала на работу и хочется прямо так вот лечь и уснуть вообще не хочется не вставать никуда-то идти и наверное опять умеет а дурацкая низкое давление всех на на достал этим давлением не вчера в комментариях написали два лиц ну два номинования лекарства которая повышает давление и сегодня я пойду маме за рецептурным лекарством выписывать и я узнаю все таки что-нибудь может посоветовать мне повысить давление потому что мне в комментариях написали мол да типа наплюй забей ничего страшного низкое давление с этим зовут то блин понятно и с высоким давлением зовут но это же не нормальный образ жизни когда так себя чувствуешь когда я сижу на работе забиваю накладную я чувствую глаза закрываются я их пытаюсь открыть они не закрываются беру вот просто так вот он на руки сажусь и закрываю глаза на секундочку и меня вот так вот вырубает локти расползается меня вырубает если допустим никого рядом нету там директор куда-то отошел ребята чем-то заняты положусь на столу так вот на руки и моментально начинают отключаться звонит телефон или кто-то заходит в дверь я слышу и мне сложно прийти в себя мне сложно выйти с этого коматозного состояния то есть мне никогда такого не было никогда мне для меня это тяжело для меня лично это тяжело это мне совсем не просто жить типа это нормально здесь с низким давлением совсем не нормально ты чувствуешь себя как квашня какая-то как тряпка как размазня я же не такая я же всю жизнь энергичная всю жизнь у меня в руках горит все надо быстро бегом а тут же ну ну просто просто ну что это такое ой блин снова сижу снова меня рубит блин просто не по-детски с открытыми глазами я пытаюсь уснуть вы не представляете как это хреново 106 на 70 мне это низко 120 на 80 просто идеальное давление из того что есть наличие выпью цитрамон а вам сейчас скажу может быть кому-то интересно какие мне посоветовали таблетки именно для повышения давления надо набрать тоже в интернете почитать инструкцию плохо видно на вам прочитаю лена купи себе в аптеке настойку или у те рук кока для энергии повышения давления принимай в первой половине дня до еды 20-30 капель два раза в день дешево реально работает и 2 сейчас прочитаю лена есть таблетки повышают давление мужу выписал кофеин бенза от натрия так называются таблетки сделана работа мамины очки в которых она упала и которые она очень любит купила супер клей и надо мне все сделать быстро потому что сейчас залью супер клеем дырочку и не попаду вот этими штучками туда все потом будет криво то есть надо быстро все это залить быстро туда втыкнуть подержать и чтобы она все потом крепенько стояла ну все очки склеила теперь интересно долго прослужат или нет для опять пьется что-то придумывать хотелось бы чтоб послужили подольше к вечеру немножко подморозила минус 5 кажется слякотика нет я так ждала когда закончится полярная ночь но эти вот не до чтобы стало легче полярная ночь закончится и все будет по-другому все будет хорошо мы увидим солнышко но папы не стало накануне того как закончилась полярная ночь это не за несколько дней и я сейчас думаю то лучше бы там полярная ночь полярная ночь длилась вечно лишь бы папа был с нами я не могу я каждый день плачу раз в день это выплакаться надо сто процентов особенно после работы если я еду одна без Ольчика я сажусь в машину я вот еду и плачу плачу всю дорогу плачу потом становится полегче я не знаю может правда когда сорок дней будет может быть правда станет легче не знаю не отпускает никак я не знаю если мама ничего не путает я посчитала когда сорок дней если я правильно посчитала четырнадцатого февраля будет сорок дней по папе и мама сказала что четырнадцатого января о февраля вернее февраля они с папой венчались и что то ли праздники какие-то церковные на этот момент выпадали и они в одну церковь поехали но венчались уже в таком возрасте мы уже взрослые были в одну церковь поехали туда-сюда им отказали и ну из-за праздников а в какой-то из церковь я не помню в какой она сказала сказал батюшка да я вас повенчаю и вот почему-то у мамы осталось память где-то наверное документ лежит что они венчались ну какая-то вот бумага какого числа я вот у папы перебиралась документов я не видела но если это так то это тоже наверное хороший знак что сорок дней выпадает на тот день когда они венчались как батюшка сказал что хороший знак что папа ушел 6 числа накануне рождества а ой ой и когда снова начинает ну когда плакать хочется я начинаю молиться 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 за папу именно не за себя а за его за его душу чтобы ему там было легче Сейчас к маме заеду Какое-то время там у нее побуду И в поликлинику За рецептом На лекарства ей поеду Я бабку вот эту искала Я нашла Это Мне за лекарством В поликлинику идти За каким? Ну тебе за рецептом Я паспорт сейчас твой возьму Я еще немножко побуду Да Буквально 15 минут Мне по записи Надо окне И паспорт Как ты себя чувствуешь? Да нормально как Мне сегодня полегче Вчера Труп лежачий Ну если плохо, так и лежи трупом Так, паспорт Где всегда Где паспорт? А вот он Грипп опять вчера начался У тебя что ли? Горло болит и болит Да ты пшикаешь горло? Я пшикаю этим безводным Ну который я тебе давала Хлоп Ну я поняла Так Так Сегодня полегче уже хоть немножко Лекарство тебе Ты ела? Я нет А почему? Я не хочу Лена кушать Надо кушать А этот Чё-то хотела спать Я один раз Толя ночью поела Чуть-чуть поела, да? Список, ничего не писала? Я написала просто вопрос Ну давай вопрос Ответ Лен, вон почитай Ну А я носки достаю Что с Отденешь мне Просфорой, да? Или с чем? Большая просфора у тебя Ну я ее порезала На кусочке она лежит Дома Это замороженная Нет, она засушенная Ну засушенная Тебе надо? Ну конечно Надо бы Ну я принесу Она засушенная Ты можешь она соломкой И ломать ее Она быстро в водичке Размачивается Ты в святой воде У меня Да Ну ты не на меня Я их постирала Садись Так, подожди Это по центру По центру? Давай в сторону Чтоб они не рвались Ты мне очки Ера, без очков А, я тебе очки Сейчас дам Я их склеила Ой, я пропадаю Без очков Ма, только я не знаю Насколько они будут держаться Попробуешь Ты их аккуратно Ну сильно там Не дербань Вроде Вроде бы они крепко Склей Я прикручу тебе Свой лице Новое На Как могла О Вижу теперь Теперь вижу? Ну хорошо Ма, ну если у тебя есть рецепт Мы потом купим новые очки тебе Новые очки Они бы в одном месте Что еще? Что с холодильником? Ну просто Когда время будет Выходной разморозить На неделе не получается Ай, не надо Я просто спрашиваю Так, пока паспорт я забираю Это забираю Все Это я забираю Попей кофе Куда? Кофе не хочу, мам Тем более Если в поликлинику Там же это Ну, Наташа Ну, я это покушаю Выпью Есть не хочу Да я так Едок такой Тоже сейчас стала Только таблетками спасаюсь Одно оставляю на утро Утром тоже глаза не открыть Ты знаешь, что нам предстоит Еще дело какое Серьезное Ой, не пугай Ну, папа же Я думала Этот Квартиру-то, папа, я думала На тебя переписал А он не переписал на тебя Квартиру, оказывается И теперь придется вступать В наследствие Иначе часть квартиры Отойдет государству Он же сказал На двоих квартиру На двоих А теперь папа умер А его половина Должна Либо по наследству Перейти к тебе И к детьям Либо Если мы не вступим В наследство В течение полугода Эту половину Заберет государство Так надо вступать Ну, узнай Как сделать Миша все узнает Миша знает уже ситуацию Мы с ним разговаривали Миша знает Я почему-то думала А что это папа так сделал Если бы разговаривали Что она приватизирована Только на нас вдвоем Ну, вот так и получилось Если бы, понимаешь Если бы папа На тебя Сделал Завещание Сейчас ничего не надо было бы делать Просто после его смерти Вся квартира осталась бы тебе Понимаешь? И не надо было нам вот это Бегать Вступать в наследство А теперь это сделать необходимо Вот в чем дело Ну, организуйте Ну, Миша все организует А потом или тебя Или на коляске Потихоньку спустим Что ты легкое Снесем тебя там До машины Тут и сюда Потому что это надо Все в течение полугода Делать А я почему-то Была уверена Что папа Как-то сделает По-другому Если бы была На тебя На тебя было бы Так он мне так и говорил Это о нас с тобой Так на вас с тобой А после его смерти Его половина Он не знал Наверное, это правило Почему? Завещание бы на тебя Написал бы А может он не знал Что его надо Завещание Ну, если бы он написал Он бы тебе сказал Ты бы об этом знала Он не собирался Убирать тогда Ну, завещание Он не писал Он бы тебе поставил Ну, все Теперь надо По нотариусу Мы будем Приватизировать Специально На себя Ну, все правильно Без детей Что потом После нашей смерти Они только Детям достались Ну, это все правильно Но было бы Еще проще Если бы он На тебя написал Завещание А потом Когда тебя не стало Живи долго Вот Тогда, когда тебя не стало Просто бы квартира На нас-то двоих Поделилась И все А сейчас получается Лишнее движение Делать Еще и тысяч двадцать За это заплатить Надо, чтобы Вот это вот Ну, все дело Сделать То есть, как бы Это все А мы почему-то С Мишкой были Бабушка У нас такой Он продуманный Он же Он гаражи Раздал Перед Ну, Миша Мне Машину Он все написал Да все Как положено На меня Доверенность Все Он все сделал Правильно А почему-то С квартиры Как-то Немножко Усложнила Вот В чем дело Ну, сделаем Ма, сделаем Надо сделать Лена, купи мне уже Эти сладости Вот Йогурты? Соленого Соленого А, Ма Я просто Сегодня не успела Персики Я бы так поела Я просто Не успела Завтра Будет тебе Персики Когда я на грозные дали Уже не идет Просто ты видишь Мне же надо было Сразу Лена, забери Эти вот Как мешки Вот Я вчера Наводила порядок Пол маленьких Плотенцев И там Их обнаживала Уходишь уже Маму Я записана По времени Я сейчас Если не попаду Мне потом Две недели Ждать следующего номерка Там же Ладно А завтра Ты бы сказать Завтра я до 16 И приеду К тебе С персиками Ну да Две банки Две банки Хорошо Я сейчас Заеду В перекресток Я хоть Желудок Чтоб заработать Сейчас Заеду В перекресток И это Да я тебя Сейчас и завезу После поликлиники Халу Персики Если я есть Не хочу Сегодня не будешь Уже Ну тогда Давай завтра Я сегодня Планирую Мне покушать Надо А то У меня 7 лет А то Персиков Поешь А персики поешь А аппетит Переду Я уже не буду Говядину Не уловить Нет Говядину Ешь Давай Ешь Говядину Молодец Короче Все Мы с тобой Договорились Холодильник Разморозим Выходные Персики Куплю Все остальное Буду держать В курсе Все Моя поехала Твоя поехала Да С Богом Ну что же Посмотрим Как Филечка Справился С задачей С задачей Справился Отлично Только Пророщенный овес Где послетал Там он его не съел А фрелист Съел С удовольствием Да Вот так вот Ульяночка Спасибо Нам понравилось И что Была я У врача Врач выписала Маме рецепт И я попросила Тоже сказала Про давление Но она же не может На меня выписать Ну что Номерок то на маму Она выписала На маму Лекарство Но я его не выкупила Потому что В этой аптеке Куда я ездила Нет И еще меня погоняли Короче Пошла в регистратуру Мне надо было Поставить Печать На рецепт Они Одну печать поставили Другую не поставили Приезжаю в аптеку Говорят Что Не хватает печати Я обратно В поликлинику Вы мне печати Не все поставили Но уже потом В аптеку Не поехала За лекарством Поеду завтра Или послезавтра Но Мое лекарство Которое Второе Она мне Короче Выписала Два лекарства Одно лекарство Чтобы Прийти в себя Да Снять стресс Ну я сказала Что так и так И Ну свои Симптомы Что Ну мне на лбу Написано Как я себя чувствую И Она говорит Давайте Я вам тоже Выпишу Купите Себя Попробуйте Попьете Для успокоения И Давление Чтобы повысить То что давление Я выкуплю В другой аптеке Для успокоения Я выкупила В этой аптеке Сейчас я вам покажу Что за лекарство Но оно Рецептурное Но не строгого учета Вот есть рецепты Строгого учета Это не строгого Вот что она мне Выписала Для успокоения Фени Буд Это Аминофени Во глинзах Приближай Отдаляю Чтобы прочитать Аминофенил Масляная кислота Сказала пить По две таблетки Одну утром Одну вечером Но говорит Посмотрите Сначала попробуйте Вечером Если вас будет Тянуть после нее В сон Клонить То тогда пейте Только вечером Днем не надо пить И для Кошки Ну потише И если Давление Да Низкое Кофеин Короче кофеин Какой-то Бензонат На Трим Кошки Попробую На кухне Я не собираюсь Не подействует Кто его знает Что за лекарство Затеял Я рыбное Рыбное заливное Рыбный холодец Как Коля Называет И Почему я его затеяла Я вообще бы не связывалась С этой рыбой Потому что с ней возиться И так далее Но вчера В комнате У нас же Холодильник И морозилка Морозильная камера Вверху Здесь у нас Морозилка внизу А там вверху И каким-то образом Морозилка приоткрылась И вот эта рыба Лежала вся Сбоку С краю И все это потекло Рыба разморозилась Повторно Замораживать Я ее не стала Это не очень хорошо Вообще-то Рыба у меня В основном Лежала Для попульки Потому что Он меня Меня иногда Просил Делать ему рыбки То делала С овощами То делала Заливную Рыбку Делала Заливную И как-то Рыбку берегла Для нас Светка готовила Ну все для него Оставляла Ну иногда И нам домой Жарила Поле жареную В основном любит Ну а теперь Уже рыбку беречь Нет смысла Поэтому Не стала я Ее повторно Замораживать Отварила Вчера Сегодня Обрала От косточек Добавила Специи Замочила Желатин Сейчас Желатин Немножко Разогреется Соединю С бульончиком И будет У нас Рыбное Заливное Ну а видео На сегодня Я буду Заканчивать Всем пока Всех Люблю И конечно же До новых Видеом Редактор субтитров